Добрый день. Итак, по традиции я делаю доклад здесь. На самом деле этот доклад я первоначально не хотел делать. Дочь меня буквально сагитировала. Я сказал, что у меня в этом году вроде бы ничего нового нет, а я всегда стараюсь рассказывать что-нибудь новое. Она говорит, так ты еще не рассказал системе, что у тебя есть старого. И тем более, что в конце прошлого года я был просто приглашен на конференцию фирмачей, так сказать, разработчиков программного обеспечения. И там выяснилось, что те вещи, которые у нас были актуальны в нулевых годах и в 90-х, они теперь опять стали актуальны в связи с тем, что появляется, как сказать, он, конечно, и был, но осознан новый класс программ. Так называемые низкоэкспертные задачи. Что это такое? Итак, низкоэкспертные задачи получили такое имя, потому что требуется работа специалистов совершенно разных специальностей, причем целого букета. А имеющиеся специалисты подобны флюсу. Полнота их односторонняя и поэтому оценить задачу, просто даже эксперты оценить задачу, оценить решение обычно не могут. Они начинают зацикливаться даже чисто автоматически на своей теме. Поэтому эти задачи получили в мире название низкоэкспертных. Одна из таких задач, знаменитая пузырь мультиверс. Вот она чисто низкоэкспертная, тут понадобилось штук семь-восемь разных специальностей. Но такие задачи возникают в частности в экологии, в частности в военном деле и так далее. Я уже не буду говорить о других задачах. Одного примера достаточно. Как действовать? Ну это, конечно, уже просто был разговор с представителями наших русских фирм. Может быть, на Западе действуют по-другому. Обнаружилось, что люди разных специальностей, когда пытаются разговаривать о деле, начинают просто не переносить друг к другу. У них возникает дикая аллергия, которая называется врачебный термин идиосинкразия. Так вот, единственный практический способ, который они изобрели, это заставить их выпивать совместно. Помимо обсуждений, которые вначале дико бестолковые, чуть не до драк доходят. Просто по вечерам вместе выпивать. И через недельку некоторая часть людей начинают друг друга понимать. В чем дело здесь? Я знаю. Ой, господи. Ну, выдвинута была такая озорная гипотеза. В частности, моей дочери мы совместно с ней обсуждали. Согласно закону Паркинсона, решение, выдаваемое комитетом, оно не выше минимума уровня его членов. А алкоголь способствовал понижению уровня специалистов до того момента, когда они наконец-то, наконец-то поняли друг друга. Есть ли возможность понизить потребность алкоголя и выдать решение повыше уровнем? Да, придется мышкой. Удавалось это оказывать. Дело в том, что в некотором смысле, начиная где-то там уже даже с 70-х годов, с 80-х годов, с конца 70-х, мне часто удавалось мирить между собой специалистов разных специальностей и приводить их к взаимопониманию. В том числе и таких своенравных котов, как специалисты из Новосибирского Академградка, которые, как известно, ведут себя так. Первый в мире, второй в Сибири. И оказалось, что можно обучать искусству межконфессиональной коммуникации специалистов, но обучать можно только тех, в основном, кто еще не сложился. Сложившихся почти невозможно. Значит, как минимум со студенческой скамьи. И причем прямое обучение тоже бесперспективно, потому что все те, кто овладели этим, я их просто знаю некоторое количество, правда, их можно пересчитать. Вот так. Они абсолютно по-разному работают. У каждого свой способ. Так что нужно применять стратегию непрямых действий недоброй памяти Миддалгарта или Удзи. Специалисты крайне болезненно реагируют на расхождение в словах и нарушение жаргона. Еще хуже ложное понимание. Самый яркий пример, что в объектном программировании и в логике понятия конкретизации прямо где положено, хотя слово одно. Так что одна из главных проблем здесь языковая. Причем чем меньше различия по существу, тем сильнее аллергия. Впервые это заметил, по-моему, Данем в книге про юридиков, что чем меньше различия между конфессиями, тем сильнее взаимная ненависть. Так вот, специалисты по матанализу и дифорам возмущались терминологии логиков и алгебраистов. Говорили даже логики в отличие от математики. Да вот. И писали композиции одни в одну сторону, другую в другую. Теперь стало Соломоново решение. Разрешается писать в любую сторону, только в ту сторону, в которую привыкли логики и алгебраисты, точку с запятой ставить, потому что так делается в программировании. Последовательное исполнение. Но появилось другое. Алгебраисты и логики с информатиками воюют, где писать. Подстановку до аргумента или после. И даже я знаю примеры, когда резали статьи, потому что увидели, что постановка написана не там, и значит, этот человек не наш. И еще в субежа тысячелетия известен способ обучения, когда для десятая часть студентов, если набор был нормальный, и преподаватели не стеснены стандартами. Здесь я сделаю маленькое отступление. Сказали про цифры. Хороший пример. Минобраз является славой, язю мира сего, противоположным примером, совершенно невменяемой и гадкой структурой. Так вот, некоторые студенты становятся способными выполнять роль коммуникаторов. Не все, естественно. Всех обучить невозможно. Более того, доходят они часто после того, как кончились образование. Но можно заложить основу некоторых, а для других тоже оказывается польза, потому что сильно расширяется кругозор. Этот подход перпендикулярен традициям педагогики. Не негативизм по отношению к традициям педагогики. Негативизм – одна из форм конформизма. Он в другом пространстве. Он создавался, этот способ обучения, в связи с рыночной ситуацией. Русские программисты считались тогда одними из лучших в мире вместе с украинскими, и хотя очень капризными и высокооплачиваемыми. Так вот, и задачи еще не вырождались до нынешнего. Долго обсуждать интерфейс, а потом быстро залить говнокодом. Вот. А теперь это у нас. Так вот. А индусы стали выше уровня. Вот так вот. Это результат работы нашего минбезобраза. Не учат, а разучивают. Так вот. Из высокой репутации приходили задачи из самых разных областей. Причем слишком часто так, что из той области, которую до этого не знали, и после этого она не нужна. Ну вот. Конечно, здесь помогали в некотором смысле почти забытое сейчас экстремальное программирование, но там диалог формализован – это тесты. Просто нужно совместно с заказчиками создавать тесты. И, между прочим, очень важно, что экстремальное программирование работает только если заказчик умный. Если он глупый, то на моих глазах проваливались проекты. Так вот. Сегодня, например, задачу решали по заказу зеленых смоделировать вредное влияние химкомбината на тропический лес. Завтра, наоборот, позитивное влияние химкомбината на китайский анклав. Послезавтра рассчитывали игрушку для латинос-авериканских мачо, которые наперебой раздевают и одевают порно-звезду в своих пивнушках. И такая задача была. Поэтому понадобилось умение быстро без изучения освоить новую область, с которой чаще всего дальше не придется сталкиваться. Так что решала задача взаимопонимания с людьми из другого интеллектуального мира. Это логически близко к низкоэкспертным задачам сегодняшнего дня. Причем само преподавание на таком уровне – это тоже низкоэкспертная задача. Первый прием – обязательная работа в СПО. Причина. Потому что это заставляет понимать задачи, решенные другими, и модифицировать их. В частности, студент наш, который нашел ошибки, недоработки и частично их исправил, он автоматически получал четверку. Что? Вы хотите задать вопрос? Потом. Да, вот. Написание документации – это был ад для них. Но к пятому курсу, тогда еще было у нас, извините, нормальное образование, они учились наконец-то объяснять свои мысли другим. И на этом примере. Хотя закоммитить у многих так и не получалось, как следует. Так вот. Второе. На первом же курсе знакомство с высокоуровневым программированием – полный отказ от задов. Люди приходили, немного умея программировать, и считая, что они знают все по этой причине. Надо было их в этом быстро разувидеть. И когда они получали первый МФАЛ, а второй МЛИСП, то разувеждались очень быстро. Иначе это проблема даже та же самая, что есть, допустим, на математических факультетах. На моих глазах погибали прекрасные ребята из Вакамогорской школы, потому что, черт побери, где у математиков воображение? Есть такие прекрасные элементарные задачи, которые они изучают в ВУЗе. Нет, в школе изучали материал первого курса, второго курса ВУЗов. И, приходя на первый курс, они считали, что все знают, и к третьему курсу вылетали с махмата. Вот так. И здесь использовалось в основном лишь СПО, потому что проприетарные системы здесь просто не годятся. Ну, пример, набор курсов, набор языков на первом курсе. Это не гнутие пальцев, это действительно так было. Вот так. Вот для событийного программирования не удалось подобрать хороший открытый совершенно язык. Взяли просто бесплатный, которым фирма Paradox управляет игрушками стратегическими. Он чисто событийный, и люди учились программировать в событийном стиле. И был парадокс. Человек играет что-то типа цивилизации, Европа там подходит. Ты чего играешь? Я решаю задачу. Лабораторную работу делаю. Вот так. Отказ от изучения языков. Зачем изучать язык, который, так сказать, является всего лишь одним из орудий. Нужно пользоваться разными орудиями. И здесь, конечно, предоставлялась благодатный материал СПО. Пример. Первая лекция совершенно рядового преподавателя на втором курсе, который, там, курс, где основной язык перл. Перл я не буду вам рассказывать. Освоите сами. Ничего необычного нет. Мы сразу перейдем к интересным задачам. А тут я слышал доклады, как питону за год обучить. Да вот. Вторая, да. Финальная задача на первом курсе. Была на самом деле озорная. Взять язык с гарантией вам неизвестный и написать программу на нем. Вот так. Решали. Вот. Слава богу, брейнфак никто не использовал. А вот для пары человек, которые с IPL раскопали и стали, был снижен нижний размер программы до одной строки. Но только чтобы она была абсолютно непонятной. Тренировка в чтении. Дальше. Следующее. Вы сами понимаете, что здесь низкоэкспертная задача. Будут задачи из совсем разных областей. Здесь. Читать на незнакомом языке с минимальным обращением к словарю. А это логическое дополнение, что такими развитыми умениями, которые они развили на первом курсе, изучать неизвестные, можно пользоваться и в других местах. Пример. По-итальянски. Говоришь языка, совсем не знаешь. Белла Чао знаешь. Коза Ностра знаешь. Дольче Вита узнал. Лошья-то оньи сперанца. Помнишь? А говоришь не знаешь. А теперь смотрим текст. Лемма, демонстрационная. Асисты, Y, пер, О, оньи, икс. Понял? Так что читай. Пятая работа на устаревших и плохо работающих машинах без нормальной документации. Да, именно так. Тоже дополнение, необходимое для выработки знаний и умений. Потому что на них можно было отрабатывать умения системного программирования для рукастых модернизации оборудования. Не опасаясь ломать, все равно списывать. Логически они похожи на программу СПО. Со своим экземпляром можно как угодно экспериментировать. Пример. ГДР-овский роботрон. Ребята использовали для контроля, для регулирования теплоподачи. Надоело, что в то время слишком жарко, потому что там несколько холодно. Вот он роботрон. Правда, через неделю, хотя его, конечно, ставили не в котельные, а рядом с ней в помещении, он сдох. Но это не помешало им получить пятерки за классовую работу. А роботрону не жалко. Результаты таких задач заставили поставить даже мне вопрос об организации лаборатории ломаных компьютеров, чтобы не кладиться каждый раз очередному завхозу, чтобы очередной утиль с его запыленного склада достать. Но когда об этом был сказан Вектор, а он был очень умным человеком и понимающим, Журавлев, возник шок. Если мы это сделаем, и об этом узнают какие-нибудь проверяющие, они же все нам будут спихивать утиль вместо новых систем. Нельзя! Я согласился. На последнем курсе тренировка в решении междисциплинарных задач. Здесь полезно применение материала теории решения заведательских задач Альтшулера. СПО страдает одним недостатком, но это общий недостаток программирования практически всего. Задача и математики. Задача считается уже поставленной. И интердисциплинарная коммуникация требует перестановки задачи, причем часто радикальной. Так что это необходимое дополнение, не охватывавшееся чистым СПО и не разработанное его сообщество. Зачатки этого были в полузабутом экстремальном программировании, но была формализация диалога в виде системы тестов. А это не всегда проходит. Сам Трис при этом не изучался, потому что цель его свести творческие задачи к стандартным. Зато материал задачи там накоплен просто великолепный. Внимание! Знающиеся задачу, молчите! Конец 50-х. Почти не исследована река. В наличии из оборудования старенький вертолет с устройством для аэрофотосъемки. Лаборатория для обработки снимков больше ничего. Садиться на берегах реки пока негде. Да может быть и невозможно, там болото, скалы и так далее. Лес дремучий. Нужно срочно промерить ее глубину в большом количестве мест. Вот такая вот задачка. Желающие могут попытаться решить и обменяться со мной друг с другом своими решениями обсудить. Кстати, коллективное решение задач прощалось. А что изменится, если начало 50-х и самолет? Седьмое. Отказ от научного языка. Это запоказал Альтшуллер тот же самый. Этот язык мешает решению творческих и междисциплинарных задач, поскольку направлен на изоляцию предметных областей путем уничтожения неформальных комментариев и создания системы терминов. В ТРИС от терминов рекомендует избавляться. И задачу лучше излагать вульгарно, даже математично, чем прилично. Здесь мы следовали традициям Патлатона и китайских сельских дарских школ университетов. А не Аристотеля. Полностью признавая его великие достижения. Кто вдохновил? Опыт дарской сельской школы. Это уникально. Если кто-то читал Троецарствие, которое подготовило, в частности, братьев Джуге, один из которых заслужил репутацию самого великого полководца Китая, не выиграл ни одной войны. Джуге Лян. Это меня в значительной степени вдохновило, что этот эксперимент нельзя, по-моему, было провести ни в коем случае в Москве или в Питере. Заклевали бы. Только, так сказать, в деревне. Конечно же, ижевск назвать деревней – это немножко нагло, но относительно этих двух монстров он был деревней. Так что, извините, я солидаю с восточной поговоркой. Он не осилил даже Троецарствие. Это означает, что 99% нашей интеллигенции – не интеллигенция, а недоучки, потому что они знают только Европу и видят только Европу. Что убило? Хуже русского беспорядка, только русский порядок. Обязательные образовательные стандарты. Первое. Второе. ЕГЭ быстро выплали со всего лучших ребят в столице, где большинство из них успешно разучили. В прошлом году, как раз я об этом говорил, нас не учат, а разучивают. Все. Перевора времени нет. Готов отвечать. Да, можно вопрос. Я про рамки, на самом деле, с тезисами мне очень-очень нравится. Мне все прям вот как предлагается для студентов. Но вы очень правильно сказали про рамки. Вот если в институте у преподавателя чуть больше возможностей для маневра по работе со студентами, то в той же школе рамки очень-очень крепкие. В частной школе не обязательно. Ну, в частной, да, но у нас же массовая школа, я про массовую школу говорю. Не получится. Извините, школа, где подготовили джугеляна, была единственная в Китае. Хотел, может быть, вы какой-то совет дадите? Как, может быть, советовать учителям выходить до этой самой рамки, чтобы... Я просто рассказывал учителям, и добавок, еще просто в Ижевске у меня просто есть авторитет, они просто приглашали меня, потому что много учеников, которые меня знают. До сих пор помнят, хотя там я уже больше 10 лет не живу. Дело в том, что я боюсь советовать учителям в государственной школе вот так вот отходить от программы. Гибельно. Да. Гибельно для них. Это нельзя делать, потому что вы их представляете. Спасибо. Пожалуйста. Частично они могут помочь. В куларах, пожалуйста. Знаете, как в фильме еще по одной можно делать. У меня такой частный вопрос, но он меня очень волнует. Вот вы говорили про то, что сложившихся специалистов очень трудно затащить в это русло интеркоммуникабельности, потому что у них, они верят в свою терминологию. Да. Проблема в том, что с преподавателями еще хуже. Нет. Вот, поэтому я хотел спросить совета. Мой опыт показывает, что преподаватель, он довольно быстро для себя выстраивает такие опорные точки, ту самую терминологию, обучая с помощью которой, он начинает верить в то, что эта терминология единственная верность. Нет, на самом деле это не так. На самом деле достаточно, если есть пара достаточно авторитетных людей, которые из этой альтернативы выбивают все время на ученых советах. И постепенно за несколько лет получается повернуть. Ну то есть их самих внутренней мотивации мотивировать нельзя, а нужно, чтобы из них начальство выбивало. Не начальство даже, да, а просто чтобы они представили, что есть другое. Пессимистично, но спасибо. Алексей, ремарку можно? Конечно. Я, как всегда, вам благодарен, потому что наконец-то под мою любовь ставить программистам задачу матом подвели на научную базу. Пожалуйста. Да, вот я как представитель такого молодого поколения, вот у меня такой вопрос. Вот вы где найдете таких преподавателей? Вот вы один такой классный, вот еще, может, пару человек, которые здесь сидят классно. А как преподавателей это научить? Извините, я уже сказал, что даже та школа, где создали джугайляна, была уникальной для Китая. То есть это можно и только таким хучковаться где-нибудь, и лучше не в столицах. Спасибо большое за доклад. Вопрос по содержанию, который вы раскрывали. Очень много было про формально-символьное, математика, языки программирования, текстовое. Что вы можете сказать про графические вообще подходы и заход? Сейчас для детей маленьких скретч является таким базовым гвоздем, который вбивается в голову с императивным программированием во многом. Вот вы видите в этой всей последовательности вместо графических, нотационных, каких-то других совершенно форматов работы, визуальных, не знаю. У людей есть разные способы мышления. Низший — это словесный. Более высокий — это образный. Да, музыка или художественный образ. Дальше. И еще один высокий уровень — это абстрактный. Когда человек думает абстрактными структурами. Ну что поделаешь, все равно только одна десятая обучалась. Можно вопрос? Не кажется ли вам, что проблемы в образовании не столько в преподавателях, сколько в принципе в классно-урочной системе, которая есть и в школе, и в вузе, которая заведомо ставит рамки. Вот у меня есть группа обучающихся, вот у меня есть 45 минут, полтора часа, выдай результат. Спасибо. С такими проблемами творческий человек учится разбираться с самого начала. Вот и все. Формальные проблемы здесь не стесняются. Даже такие формальные проблемы, как первоначальные, так сказать, попытки наезда разных проверяющих, решались просто ссылкой на законодательство. Их требования, как правило, были незаконны. Они боялись получить второго понуса, вы отставали. Так, значит, вы возьмите микрофон и задавайте вопросы. Так, есть еще вопросы? Обсуждение прошу принести к углу, а я думаю, что обсудить много. Николай Николаевич, спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.